Привет! Меня зовут Нака, и я играю за ДК. Ну что же, это гайд с конца 2018 года, сейчас декабрь, и это уже третий гайд по скиллам ДК от меня лично. Надеюсь, не последний. Ещё хочу сказать, что это гайд для игроков, которые уже добрались до пробуждения, то есть до 56 уровня, миновав все тягостые непробуждённые ветки. Итак, что же нам нужно оставить с первой ветки скиллов? Круг рока. Скилл с устойчивостью, то есть вы получаете урон, пока кастуете его, но не контролитесь эффектами контроля, кроме, замечу, захвата. Подбрасывает цель и наносит урон с эффектами атака в воздухе. Гнев индира. Скилл также с устойчивостью, как и круг рока, но эффектом опрокидывания. И атакой по низу. Работает только с панели. К слову, атаки по низу, в воздухе и в спину, это особые множители вашего урона. Атаки по низу и в спину имеют 150% множитель, а в воздухе 200% множитель. Эффекты не суммируются, вы не нанесете больше урона по лежачей цели, если будете бить ее в спину. И давайте уже о контролях, коль мы затрагиваем механики. Сейчас в игре действует система двух контролей в цель, после чего она становится иммунитетна ко всем видам контроля на 5 секунд. Но эффект ошеломления действует как частичный контроль, поэтому его можно использовать между двумя контролями. Или с него начинать. Ошеломляем, даем один контроль. Когда цель выходит из контроля, мы ее еще раз ошеломляем и даем еще один контроль. После этого еще можно дать переконтроль. У ДК это отталкиваем во время нокдауна на стихийном взрыве Shift-ПКМ. Но отталкивает он не только после нокдауна. Правда общий шанс переконтролить цель этим контролем примерно 30%. Поэтому такие овердлинные комбинации требуют ну прям очень хороших шансов, что все будет четко, зайдет и цель не успеет выйти из контроля. Либо сыграть иммунитетом на вашем контроле. Хорошо, закончили с механиками, продолжим со скиллами. Косой разрез имеет блок, который спасает нас от урона и контроля с передней части персонажа. Замечу, что блок имеет прочность, при конце которой вы будете получать урон и можете быть законтроленными, когда прочность блока уйдет в ноль. Также он защищает только спереди, поэтому скиллы, которые могут пройти за вас, могут вас законтролить. Косой разрез имеет эффект подбрасывания, кастуется мгновенно практически после любого скилла. Избранник Камасильвы также имеет блок и эффект контроля нокдаун. Самый лучший контроль в игре, поскольку очень долго держит цель в контроле и не дает ему уйти в тучку скилл резкое уклонение на вышку. Наскок. Наша мобильность и контроль имеет два контроля в одном скилле, поэтому при прыжке стоит разворачивать камеру, чтобы эффект опрокидывания не попал по цели и не увел ее в иммунитет к второму контролю. Также кастуется мгновенно после скиллов и имеет невредимость во время полета, что может сработать как сейв вас от какого-либо урона. Минус это, что мы уязвимы во время самого удара и скилл нельзя прервать. Колющий выпад. Скилл с ошеломлением и бафом на 10% скорость атаки. Также используется в связках. Пламя теней. Дальний контроль ошеломления. Проникающая тьма. Скилл комбо после любого скилла. Дает урон, дебаф, цели и блок. Вообще прям вот набор-набор. Казнь. Скилл с контролем ошеломления, а также комбинации комбо-казнь, что дает нам еще один косой разрез с подбрасыванием. Ночной мираж. Наш сейв с блинком за спину работает только с панели. Имеет три способа выхода из него. Непосредственно блинком за спину цели, блинком назад и уходом в блок. И если не юзать блинк вперед-назад, мы просто опять появимся на том же месте, на котором и уходили. Также не стоит забывать про два вида блинков, которые стоит качать. Пассивки, которые дает нам мак-урон и меткость. И блочим мобильное уклонение, чтобы не кувыркаться в пробужденной стойке. Переходим к пробуждению. Из него сразу выделим, что мы не трогаем навыки ответный удар, темное касание, клинок духа, темное притяжение. Эти скиллы малоэффективны и не стоят наших тратов очков и времени для их юзания. Дух Охотник. Наш скилл перехода из непробужденной стойки в пробужденную. Наш небольшой блинк цели и урон. Духовный Огонь и комбо Духовный Огонь. Наши вторые, так скажем, контроли. То есть после контроля первого мы переходим в пробужденную стойку, например, и контролим этими скиллами. Комбо можно юзать, прожимая его с панели. Обычный Духовный Огонь позволяет провести атаку в воздухе с помощью Сумеречного Рывка. Сумеречный Рывок. Наш основной дамаг, как ни странно, не имеет ни контроля, ни защиты. Поэтому использовать как блинк сложно, но можно. При закатывании за спину цели наносит урон в спину. Также имеет аэркомбо, то есть урон в подброшенную цель. Стихийный Взрыв. Наш урон и единственный Переконтроль. Имеет блок, может спамиться. Имеет средство анимации при рьюзовании с панели, либо дополнительного зажатия кнопки назад. Но при спаме очень теряет в уроне. Дождь Клинков и комбо Дождь Клинков. Наш урон с блоком. Отлично подходит для разрывания дистанции с целью через прожатие у комбо Дождь Клинков ПКМ. Семя Разрушения. Дальний скилл с контролем ошеломления и отличным уроном. Также имеет комбинацию семя комбо Разрушения, но уже без контроля просто урон. Ловушка Вендира. Отскок с контролем. Опасный скилл, но зачастую ловит не очень скилловых игроков в оглушении, который долго держит цель на месте. Также режет уклон цели и переводит нас из непробужденной стойки в пробужденную, то есть через зажатие назад F. К слову, комбо Дождя и комбо Семени можно мешать между скиллами, юзая сначала, например, Дождь, потом Семя, потом опять Дождь и потом опять Семя. Либо Семя, Дождь и Дождь, Семя. Град Клинков. Сугубо осадный для меня скилл, поскольку мешается при фарме и ПВП. Можно юзать с панели, используется просто для нанесения урона по дальним стоячим целям, скажем так, осадкам, либо стоячим просто противникам, которые ожидают, либо просто находятся где-то на высоте. На это с основными пробужденными скиллами все. Я затронул тут два скилла перехода из непробужденной ветки в пробужденную, но как перейти назад? Это просто Крук Рока, Гнев Вендира, Ночной Мираж и две Робамы переводят нас из второй стойки в первую при юзании с панели. Ночной Мираж, кстати, может оставить нас в пробужденной стойке, если вы не прыгаете назад или вперед. Ах да, Робамы. Две же Робамы. Лично я использую Черный Пепел и Пепел Теней. Пепел Теней предпочителен из-за своего урона издалека. Это помогает мне нанести урон, не сближаясь с целью. А вот с 57 Робамой я не мог определиться и каких-то точных советов сказать не могу. Поскольку обычно Крук Рока заменяет их, смысл использовать я их не вижу. Маленький урон, отсутствие какого-либо импакта от них и очень долгие КД. Сильная нужда в 57 Робаме, разве что на очень высоких уровнях, когда вы непосредственно фармите очень жестких мобов, как просто дополнительный скилл-затычка. А вот про землю скажу, что это выбор ПВЕ игроков, поскольку имеет очень классную стяжку, но ПВП тоже есть реализация, но только если с близкого расстояния к цели. Еще о переходах. Непосредственно сами переходы из стойку в стойку можно совершать простым зажатием клавиши С и направление вперед, либо вбок, либо назад. При этом анимация перехода срезается блинками, постановкой блока через Ку или проникающей тьмой пробелом из первой стойки. Но особенно это хорошо режется наскоком. Эта срезка особенно хорошо резуется после ошеломления семени. И вырастает комбо такого рода, что мы ошеломляем семени, прыгаем наскоком и дальше уже проводим айр-комбу. Прогнев черного духа, ребят, честно, давайте так, его нет. Урон убогий, анимации убогие, бафы и дебафы такие же, контроли такие же. Разве что после нокдауна юзать стихийный взрыв, то бишь 100% ультимейт. Но зачастую цель уже встает, поскольку касты и анимации, ну, овердолгие, вам нужен очень хороший забав на скорость атаки. Довольно странно, что имея основной стат, дающий возможность именно сделать сильную комбинацию, является скорость атаки, но бафов на это у нас, например, с гнева нет. Важность скорости атаки очень заметна при съедании в себя 100% ультимейта через Z, либо юзании бафа через Ешку. Просто поюзайте, попробуйте сделать все очень быстро, сами это увидите. Но я куда-то полезу в дебри, это тема уже довольно-таки другого видео, надеюсь, что гайд по скиллам вам поможет разобраться в них. Жаль, что изменений с февраля так мало, если будет какое-то нововведение, либо новые фишки, я вам обязательно расскажу. А на этом я вам желаю удачной заточки, удачного дропа и увидимся на просторах Black Desert Online. Субтитры сделал DimaTorzok